Привет, дорогие мои! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и мы медленно эволюционируем в качественный русский драма-чанел. Давайте выпьем кофе. Мммм, вкусно! Я собираюсь. Сейчас у меня везде чемоданы, сейчас у меня везде разложены вещи, сейчас у меня везде запаковываются мои шмотки, потому что у меня буквально сегодня через два с половиной часа я выезжаю в аэропорт. У меня перелет в Милан. Поздно вечером я сегодня буду в Милане. Но перед отъездом я подумал, нам стоит немножко поговорить. Если вы еще не знали, но вчера у Алины Кабаевой родилась двойня, вы вполне возможно могли и не знать, потому что дело выглядит немножко... Мммм, достаточно спорно. Московский комсомолец публикует новость о рождении двойни у Алины Кабаевой. И через какое-то время новость удаляется. Но новость удаляется так топорно, что наверху у нас до сих пор в анонсах есть эта заметка. Что происходит дальше? На StarHit публикуется новость. Алина Кабаева родила двойню. О чем это говорит? Это говорит только об одном. Контролируемая утечка информации. Вы знаете, если у Кабаевой дети до этой двойни, наверняка, и сколько их, покрыто тайной. То это ее дети, то это дети ее сестры, то это ее племянники, то это дети ее знакомых. Непонятно. Все покрыто тайной. Вы знаете, я не хочу, я не стремлюсь брать и разоблачать игры великих мира сего. Как человеку любопытному мне очень интересно, что на самом деле происходит. Если честно, я верю, я искренне верю и я искренне знаю, что все мы под солнцем ходящие. Как говорила моя бабушка, нет, ладно. Не буду говорить, как говорила моя бабушка, а то меня монетизация лишат. Но я не понимаю, почему нужно скрывать этот факт. Лично я не понимаю. Потому что я не думаю, что рождение этих детей выставит кого бы то ни было в дурном свете. Например, отца этих детей. Что происходит сейчас в королевских, в монарших семьях. Это просто простой пример. Норвежская принцесса Марта Луиза. Представила публике всему миру своего нового бойфренда. Вообще, норвежский королевский двор достаточно спорная семейка. Это бесспорно. Извиняюсь за тавтологию. Начиная от кронпринцессы Метте Марит и ее мужа кронпринца Хакона. Когда Метте Марит выходила за Хакона, она не просто была разведенной женщиной с уже ребенком от первого брака. Но богатейшие семьи Норвегии выкупали в свое время в самом начале вернее ее монаршего правления ее нет. Не так. Не монаршего правления ничем она сейчас еще не правит. Но вступление в монаршую семью богатейшие семьи Норвегии занимались дипломатией, чтобы выкупить ее секс. Эскапады запечатленные на на видео. И когда сейчас норвежская принцесса, которая по идее потеряла свой титул по многим причинам. Одна из причин которого она работала. То есть в норвежском королевском доме членам семьи запрещено работать. Принцесса немножко не в себе. То есть она общается с феями. У нее своя философия. Она парапсихолог. Она эзотерик. Она ищет свою философию. Она пытается просветить массы. Она делает все то, что по идее должно заставить краснеть правящую читу. Потому что дочь их немного улетела в другую галактику в прямом и переносном смысле. И теперешний ее бойфренд это дополнительно в копилку ко всему прочему. И вы знаете норвежца мало что может поколебить. Но о чем это я? Я только о том что ничего человеческое никому не чуждо. И если норвежская принцесса решила да вот это мой жених вот это мой не жених вот это мой бойфренд кто мы такие осуждать ее кто мы такие говорить что ей делать тем более когда она хоть экс но все равно принцесса королевских кровей да вот поэтому мне интересно почему все так скрывается в деле Кабаевой когда на самом деле если бы это было все на публику все предельно ясно и все открыто мне кажется рождение наследников принялось бы народом очень хорошо вот честно говорю знаете очеловечивание любого папы этих детей кто бы он ни был это знаете вся Россия бы сделала только понимаете вот поэтому я не совсем понимаю конспирацию в этом деле но контролируемая утечка подобной информации говорит только об одном людям нужно дать пищу для размышления и убрать их мысли например от падающих суперджет сухих да может быть в этом вся проблема я не знаю я не знаю и для меня вот это вот паблик релейшн закулисных игр сильных мира сего для меня не совсем понятная ситуация для меня не совсем понятны эти игры и мне непонятно какие цели они преследуют первый канал сделал заявление с технической точки зрения абсолютно все было кристально чисто микела абрамова выиграла абсолютным чистоганом вы знаете я не сомневаюсь здесь что это так на самом деле и было что девочка выиграла честным голосование было честным но как писали мне люди в комментариях под прошлым видео жалко эти 50 рублей которые для некоторых действительно сумма и которые люди отдавали при голосовании за того или иного ребенка что конечно не честным не честным путем честным но не честным да то есть вроде подкопаться нету никаким способом не подкопаешься вот в этой ситуации да но тем не менее вроде как и вроде бы ты и не подкопаешься но неприятный осадок все равно остается не знаю что вы думаете по этому поводу используйте латуневые трубочки ребят спасите планету хоть немножко помогите ей вы слышали караоке Николай Басков выпустил очередной 20-минутный ужасный клип ужасный клип который на мой вкус это только мое субъективное мнение может быть кто-то хардкор фанат может быть кто-то находит его творчество сброса замечательным и кто-то решил что этот клип действительно стоит того чтобы назвать его чем-то лучшим чем ужасный клип для меня это ужасный клип для меня все до чего дотрагивается назовем это так у него не человек с талантом а у человека у которого есть голос и который умеет хорошо петь но у него уникальная возможность у Николая Баскова до чего бы он не дотронулся превратить это в какашку но самое интересное не это самое интересное не то что он выпустил очередной ужасный клип может быть это только я вот послушайте меня но когда умерла Юлия Началова Царствие Небесное вот я клянусь я не смог вспомнить ни одной песни этого исполнителя человек необыкновенной красоты необыкновенно милый и знаете я не знаю какая она была дома за кадром но человек невообразимо вот она просто полыхала добротой понимаете с неимоверно красивыми глазами но когда она умерла я не смог вспомнить ни единой песни из ее репертуара о чем это я я не знаю кто им пишет такие ужасные песни я не знаю кто и смысл записывать вы знаете смысл брать и забивать студийное время и записывать вот это вот непотребство которое даже люди не смогут напеть после прослушивания они даже не смогут напеть это о чем у нас слухи то они просто о Николай Басков выпустил новый клип Николай Басков выпускает новый клип и что мы видим ребят вы просто не поверите в трендах клип реально в трендах вот прям честное слово в трендах номер 10 на вкладке в тренде премьера Николай Басков в караоке но при 2 миллионах просмотров вывели в тренды 2 миллиона человек посмотрели 14 тысяч лайков и 2,5 тысячи дизлайков вот если вы решили действительно накрутить просмотры и вы это сделали вы сделали вы так накрутили что это вышло в тренды национальные тренды в российские тренды на русском ютубе но накрутите вы лайки дизлайки ну какое 2 миллиона просмотров ребят 14 тысяч а то есть объективно посмотрело человек наверное 17 ладно 25 тысяч просмотров скорее всего официальных реальных просмотров при 14 тысячах пальцев вверх при 2,5 тысячах пальцев вниз у нас 2 миллиона просмотров и в национальных трендах но если вы решили пиар компаний ну что вы такие рукожопые но если вы решили накручивать клип если вы решили накрутить просмотры если вы решили вывести в тренды любым путем но накрутите вы лайки дизлайки ну что такое бардак но накрутите вы комментарии ну ребят ну о чем ну что за детский сад кто этим я не знаю как накручиваются просмотры но я знаю что такое соотношение говорит первое о том что просмотры накручены если вы такие хитрожопые что знаете как накрутить 2 миллиона просмотров но накрутите вы лайки и дизлайки ну что вы нас держите за идиотов ребята ну что такое ну о чем это все знаете у меня красной линии идет я не люблю когда меня держит за идиота вот из них дурака делают вот такие были сплетни на сегодня ребят завтра наверно сплетен не будет потому что я у меня завтра весь день я в каннах в ницце пока я не осяду дома но после завтра постараюсь записать что-нибудь новенькое интересненькое горяченькое спасибо огромное всем кто подписывается спасибо огромное всем кто ставит палец вверх вы знаете как как же мне приятно что нас столько много любителей кофе и сплетен заходите послезавтра посплетничаем вместе об совсем косточке и решим кто и почему держит нас в очередной раз за дураков спасибо еще раз всем кто смотрел меня подписывайтесь на мой основной канал подписывайтесь на этот канал подписывайтесь на мой инстаграм увидимся завтра на основном канале ребят гадание с моей мамой всем пока